Доброе утро, девочки мои! Хотя уже не раннее утро, уже 10 часов утра. Сегодня воскресенье, 11 сентября, день рождения у моей сестрички. Отмечать будем на природе, на шашлык собираюсь. Вот я вышла посмотреть, вышла в окно, выглянула. Посмотреть, что за погода, что надеть, не знаю, прям небо. Ну, оно вроде солнышко, потом вроде облачно будет. Ветерочек сегодня дует, вроде как синий. Хотя вот на градуснике сейчас 20, а днем будет 23. Но из-за того, что ветер, короче, буду одевать то же самое, наверное, что и вчера. Кофточку, футболочку, джинсики, кроссовочки, вот так оденусь. Все, девочки, я неожиданно оказалась в машине. Вот, все собралась, в общем-то, сынок меня забрал. Всем солид. Да. Мимо проезжал, говорит, давай я тебя подберу, давай. И я вот быстренько раз, и уже в машине. В общем, едем на природу, на шашлык. Моя сестричка решила день рождения также отметить, как и дочка. Ей понравилось, говорит, а что, погода пока хорошая, на природе шашлычу. Ну, и кто, никто не против, все за. В общем, едем. О, красота, красота. Давно я в машине не снимала, не вела съемку, да? Чуть-чуть подсниму вам. Так, сейчас заберем еще Наташу, Настю, поедем. А я, девочки, не знала, что надеть сегодня. Ну, кофту я решила эту надеть. Ну, что-то я так смотрела, в окно смотрела, а там такой ветрюганище сильный. Я думаю, ну, что, что, взяла, вот надела эту, вышла на улицу, а моей шеей жарко теперь. Ну, ничего, надеюсь, сильно не запарюсь. Ну, ничего, зато не продует, да? Потерпим. Цвет хороший, да? Мне нравится. Как раз, как раз в цвет. Вот, так что, такие дела. Сейчас подъехали к сыну к дому, он сейчас загрузит багажник, что там нужно, заберет своих, жену и дочку, и отправимся на природу. Кстати, моей сестре сегодня 55 лет. Все равно вы будете спрашивать, я уже вам сразу говорю. Ну, как бы юбилейчик такой вот, да. Ну, видите, сейчас уже такая пошла тенденция, никто не хочет дома. В кафе как-то тоже не особо охота, да, и там дороговато. Ну, пока вот есть возможность на природе, почему бы нет. Свобода, гуляй не хочу, как раз погулять, подышать свежим воздухом. Я тоже рада, рада на свежем воздухе побыть. Есть повод для этого. Привет, команда! Привет! Как настроение? Нормально. Бодренькая? Ну, главное, правда, честно. Ну, а как? Я же скажу, ааа, нормально. У меня нормально. Вот она, школьница, девочки, спрашивали, как у Насти школа. Как там ей нравится, не нравится. Настя говорит, ей нравится учиться. У меня там уже позавчера с моей одноклассницей гуляли в плане Островского. С ее младшим братом мы гуляли. И там я еще встретила свою подружку. Мы были на площадке. И я встретила свою подружку Вику Стариневки. Хорошо. Оценки ставят? Ну, бывают печатные. 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 И бывает нам дают такие бумаги. И бывает нам дают такие вот, ну, не наклейки, а просто бумажки с пятерками. Много тебе уже? Таких пять. Ой, да ты что, молодец какая. За неделю пять пятерок, молодец. Молодец. Ну, старайся, старайся. Наша учитель сказала, будет мотивация, чтобы не собираем все пятерки в конце черного года, как мы их посчитаем, у кого больше. Вот, да? И будут им там маленькие сюрпризы. И такие к концу. Ну, классно. Посмотрим, как они их не растеряют. Надеюсь, будут хранить. Ну, Настюля, ты там уже что-нибудь новое там уже узнала в школе? Ну, выучила что-нибудь новое? Я узнала, что давно называли губы устные. Уста, да? Да, уста. А вот, а у нас в школе говорили, вот сейчас я с вами говорю, это как называется речь? Сказали устная речь и письменная речь. Вот, видишь, сколько ты нового познаешь и будешь еще познавать в школе. Интересно, правда? Да. Ну, все, молодец, очисть хорошо. Все, мы прибыли на поляну первыми. Настюля взяла обруч, спортсменка. Молодец, красавица. Так, что там еще у нас тут? Ветерочек такой не очень хороший дует. Но тепло, не холодно, нормально. В общем, столик поставили пока сейчас. Готовим место для шашлыка. Сейчас остальные подъедут. Настюля, пока время есть. Скажи, сколько уроков в день у вас там? Какие уроки у вас в школе? У нас бывает математика, еще бывает у нас там мы... У нас бывает... Русский, наверное? Нет, не русский, а... Чтение? Нет, подождите, сейчас вспомню. Ну, где там обводить надо буквы... Это русский. Ну да. Русский язык. Ну, вот русский. Вообще, у нас называется это... Родная речь или нет, как? Ну, еще у нас есть окружающий мир. Есть у нас математика, я вам сказала. Еще у нас есть мы... Пазовчера или пазов-пазов-пазов вчера. Мы лепили и спасли меня. Это урок труда, наверное, да? Да, урок труда. Потом еще... Ну, урок чтения еще, наверное, вы считаете? Ну, нет, мы вообще не читаем. Не читаете? А вас, наверное, многие в классе еще читать не умеют, да? Нет, у нас уже все умеют. Все умеют читать? И, кстати, у меня уже три одноклассницы, с которыми... Ой, да, да. И одноклассницы, с которыми я уже разговариваю. Ну, вы-то всего-то еще совсем немножечко учитесь вместе, а вы еще будете долго учиться. Вы еще подружитесь, будете многие там дружить друг с другом. А кто-нибудь из твоего класса живет там в твоем доме или рядом? Нет. Или ты еще не знаешь? Мы рядом, мы в твоем доме. А может быть, ты еще и не знаешь? Нет, я знаю, потому что вся моя группа живет только с моим другом. А мой друг живет вообще дальше нас. Просто он живет далеко от нас. Мы вот там живем, а он вот там живет. Он далеко от нас живет. И там все с ним рядом живут, а все почти в 106-ю. А я... Ну, а ты в другую. Да. Ну, молодец. Ладно, давай, играйся дальше. Я, девочки, собираю веточки. Смотрю. Смотрите. Это вот поганка ж наверняка. Здоровая такая. Грибы. Грибы. Так, ладно, собираемся. Собираем веточки дальше. Дождь вот такая густая заросла. Так, пока мы ждем остальных. Наташа с Виталиком решили мячиком позаниматься. Молодцы. И на стюле туда же. Я просто чувствую силу. Давайте, давайте, спортсмены. Головой. Ты прямо этот... Голкипер или как? Ой, классно, девчата. Прошлась я тут по роще. Как-то мне это все нахлынуло, знаете, воспоминания, когда мы сюда ходили на шашлык еще. Когда дети маленькие были. Я, муж, друзья наши, кумовья. И здесь, кстати, много очень полянок. Я туда вглубь зашла. Там, смотрю, бревнышки, поляночки. Маленькие есть. И тут рядышком тоже там и полянки. И бревнышки там тоже для костра. Кирпичики. Все. Все тут у нас народ, оказывается, имеет. Так, а мечей навезли. Все по мечу привезли. Так, Настя с Симуром играют. Тут у нас уже сестра привезла, навезла сумок. Сейчас будем разгребать. Сестричка моя, с днем варенья тебя! И сейчас включай, мы стоим, нормально. Как настроение? Сейчас я приземлюсь, я не поняла, что я родилась. И даже прическу твою не заметила. Прическа... А, я чуть-чуть убрала вот тут. Сделала по-другому. Да, да. Да. А тут, девочки, в кресле. Вот видите, такое креслице сестричка притащила. Два. Я села и сижу кайфую тут уже. Все. Подожди, музыка. Сейчас мы радио там выключим. Так, Катюша с Наташкой играют. И дети. Дочка уже на подъезде, уже подъезжает. Чем еще хорошо все-таки на шашлык, на природу, день рождения отмечать? Не надо наряжаться, как раньше. Вот это за стол нарядные садились, помню. А сейчас... Сейчас у нас вот так вот классненько. Да, в спортивной одежде удобной. Оделись и все. Так, пока дрова у нас прогорают. Я по чуть-чуть снимаю. И я. И я. Мы не пьем. Мы не пьем. Ты не пьешь, ты за рулем. Я вообще не хочу пить. Никогда в жизни пью. Я знаю, у тебя. А пакет под мусор у нас есть какой-то? Да, вот везде. Куча пакетов я взяла просто. А там еще есть. Достаем продукты. Какой ромашки запах. Смотрю, девочки, что такое. Думаю, что за пельмени. Костре. А это угли такие оказываются. Это выкинем. Такие угли не покупайте. Угли не выкинули с шеки. Вместо угли. Так. Шашлык-машлык. Какая прелесть. А вот и Селена приехала. Все. Классно. Так. Шашлык готов. Да, Катя, тарелку мне дай. Овощи нарезали. Все. Овощи все приехали. Все тут уже. Домочка. Подруги. Сестрички моей. А еще тарелку мне. Вот командир. Моя сестра командир. У Гены есть? Дети там еще пока что бегают. Одноразовые. Просто вилки Гены надо. Все, садимся шашлычок кушать. Там что-то еще, наверное, будет. А там грибы еще. О, классно. О, зелень. Класс. Что-то я много пью. Так, что тут у нас? Шашлычок, свининка, курочка, грибочек. Картошечка. Зелень. Базилик. Сестрички. Это пальчики сестрички. Все. Ну вот так. Все наслаждаемся. Кушаем. Машлык, маслык. Подружки мои. Подружки. Друзья, подружки, родственники. Все. Все тут. Ну вы выпейте что-ли уже? А скажите там, Марина, с днем рождения. Спасибо. Дай мне крышку. Девчата, смотрите, хлебушек с чесноком и зеленью. Такой вкусный, правда. На самом деле. Шампанское наливаем. О, как ухо. Под добро и помогать людям. Позовите врача. С днем рождения. Ура. Ура. Ой, налила. Надя, сжайте, пожалуйста. Я вас все хочу расцеловать, но не буду. Все, Тонич, вы сказали о болью. Уже на том, налила. Все, сидим. Все, поели, наелись. Музыка играет. Куча машин у нас тут. Детки играют. В общем, кайфуем. Кайфуем. Наслаждаемся. Погодка хорошая. Тепло еще пока что. В общем, нормально. Музыка играет. Я чувствую меня. Ютубчик забанит, наверное, из-за этой музыки. Но мы тут пританцовываем, подтанцовываем чуть-чуть. Так что класс. Кайф, самый интересный. Давайте посмотрим, как моя дочка играет в багментон. Вообще не знаю, как они в него играют при таком стильном ветре. Я не знаю. Так, там одни играют. Багментон, мяч. Кто во что. Кто-то тут. Я уже тортик покушала. Вот такой вот тортик симпатичный. Я даже мяч закинул. Классно. Вон, может она. Молодцы. Мастера. Классно, девчата, она все-таки на природе. Все мы рады, все довольны. Правда, немножечко порывы ветра бывают такие. Не очень. Если бы без ветра, или был бы слабенький, было бы лучше. А что, неплохо полянка смотрится у нас. Все. Я прощаюсь с сестричкой. И пошла я домой. Наша компания еще сидит. Я как всегда, всегда я ухожу раньше всех. С любого торжества. Ну, стою я быстро. Все было очень здорово. Все было вкусно. Все было здорово. Пока. Звони пиши. Кстати, мне спрашивали как-то. Что-то вы давно с сестричкой не виделись. А что-то за мариин. Ну, тогда как-нибудь увидимся. Хорошо. Мы встретимся. А, да, увидимся и поговорим. Все заняты. Девчатки поздно, чтобы мы увидели. Да. Да, выйдешь, конечно. Я так смело сказал, что он начал сомневаться. Когда я начал сомневаться. На боже. Да нет, должен. Для этого рассчитан. Вот, для рыбалки как раз стоит. Моя толпа еще продолжает гулять. Ну, а я, как всегда, раньше всех устаю и отчаливаю домой. На свежем воздухе, правда, как-то чуть-чуть подустала. Хотя, хоть я и не пью. Ваше прям как опенела чуть-чуть. Надышалась воздуха, наверное. Пройдусь сейчас по рощице, девочки. Подышу рощицей. Чего вам меня снимать? Поснимаю я немножечко. Окружение пока еще. Зелень у нас есть. Тут пока все зеленое, пока все красивое. Классно как. Вот я только вышла с нашей поляны. И тут вот еще одна поляна. Кстати, тут были высокие, высокая трава. Ее, что ли, скосили. Ну, правильно сделали. И вот тут у нас, как сказать, заканчивается аллея. Или, ну, начинается она не здесь, она здесь заканчивается. Тут еще вот люди сидят, отдыхают, гуляют. Песочек такой хорошенький, беленький. Дети вон играют в песочек. Ну, и так вот по аллейке люди прогуливаются. Я смотрю, хорошая погода сегодня, выходной. Чтобы пройтись, прогуляться. Почему бы и нет? Вот так с семьей, по воздуху, с детьми. Классно. Такие у нас тут дебри. Как в лесу. Прям как в лесу. С той стороны то же самое. Там еще вон полянки виднеются. Хорошо, что у нас эта рощица есть. Есть куда вот выйти из дома. Сделать шашлыки. Я когда в Москве жила с дочкой, я говорю, как плохо, что там, ну, там какие-то определенные специально отведенные места для шашлыка. А так, что вот так вот вышел из дома, зашел в рощицу. И все. Шампура взяли. А тут у нас и бревнышки, и палочки найдутся, и кирпичики найдутся. На бревнышках посидеть можно. Кирпичики можно из них мангал сложить. Тут еще какая-то. А там уже видно. Уже там начинаются дома и все такое. Детей леса. Там еще тоже люди отдыхают. Сидят, смотрю. Костер горит. Вот хорошо. А тут раз вышел из дома, захотел шашлычка. Раз-раз. Хотя возле моего дома тоже иногда там шашлычок во дворе делают, кому надо. Далеко идти не надо. Но на все это можно. Все это разрешено. Ну, по крайней мере, не запрещено, не гоняют, ничего. Все-таки у нас как-никак свобода, простор. Вот такие вот у нас бревночки еще есть. Ой, классно отдохнули. Снимала вроде все так по чуть-чуть, коротюсенько. Во-первых, конечно, то, что у нас там музыка играет, это хорошо, здорово, весело. Но я всегда же помню о том, что здесь банят права. Там вот эти вот нарушения каких-то прав, в общем, авторских прав. Если музыка какая-то популярная играет. Вот. Ну, что поделать? Не сидеть же без музыки из-за того, что я там иногда что-нибудь подсниму. Так, по чуть-чуть, по чуть-чуть подсняла и все, и все дела. Вот. В общем, короче говоря, девочки, отдохнула, подышала свежим воздухом, прогулялась. Увиделась со всеми, кого давно не видела. И знакомые, и родственники. День провела прекрасно. Я очень рада. Сестричка моя, если ты будешь смотреть это видео, я тебе еще раз поздравляю с днем рождения. Тебе еще раз желаю всего самого лучшего, и здоровья побольше, и счастья, и удачи во всем, и исполнения желаний. Все. Я уже выхожу из рощицы. На сегодня уже все, все, что хотела снять. Не знаю, коротенький ролик получится или не очень. Но я думаю, что, наверное, коротенький. Вот. Все, девочки мои хорошие, прощаюсь с вами. Пишите комментарии, ставьте лайки, кому видео понравилось. И до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok